Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы написали. Во-первых, нужно сразу отметить, что для того, чтобы понять, что с вами происходит, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, причём проблема, нужно с вами пообщаться. И, собственно говоря, тогда будет больше информации о том, что конкретно у вас, вот, именно у вас, именно в вас даже, вот, видят люди, вот, что они конкретно в вас замечают, такого, что их не устраивает, что вызывает у них сложности, вот, и так далее. Но, значит, смотрите, вы говорите, меня часто не понимают люди в общении. Значит, возникает сразу вопрос, говорите ли вы на языке понятным людям? То есть, если вы говорите на языке, который люди не понимают, да, используете те слова, те термины, которые люди не понимают, или которые кажутся людям, ну, по той или иной причине непонятными, то вы обрекаете себя, конечно, на подобное непонимание. Это первое. Говорят, что всё сложно, и ищу скрытый смысл во всём. Здесь, скорее, проявляется механизм проекции. То есть, я не знаю, что именно вы подразумеваете под словом «всё сложно», под фразой. Вот. Я не знаю, конечно, безусловно этого, потому что, тут надо, опять же, разбираться, слишком мало информации вы предоставили о себе. Вот. Но то, что вы ищете везде скрытый смысл, это проекция. То есть, вы свои призывания, не признавая, не позволяя им выражаться свободно, вы выражаете их вот в такой форме, ну, вот, в такой немного неправильной, да, может быть, изращённой, может быть, непрямой, что, соответственно, порождает непонимание, недоумение и так далее. То есть, если, например, вы во всём сомневаетесь, ну, что вы сомневаетесь, в том числе, допустим, себе, да, допустим, вы сомневаетесь, если... то, в таком случае, естественно, вы будете сомневаться не только в себе, но и в том, что говорят вам другие люди, как бы выцепляя, да, то, что вас волнует. И застрой на это внимание. Ситуация общения имеет некий такой скрытый смысл, который может не всегда быть понятным людям, которые с вами общаются. Соответственно, нужно выяснять, насколько независимо, объективно вы подходите к общению, да, то есть, насколько, ну, скажем так, недощуренным взглядом вы воспринимаете людей, которых видите, да, то есть, насколько у вас это происходит, недощуренно. Я бы хотел это знать, потому что это очень важный момент для нас с вами. Это очень важный момент, если мы хотим понять, что с вами происходит. Вот. И это, по сути, то, что порождает явление сверхмотивации, когда вы заинтересованы в чем-то явно больше, чем, ну, чем, допустим, того требует необходимости. Да. Вот. То есть, я думаю, что вот так. Далее. В психологии существует такое понятие, как транзакция, то есть стимул-ответ, и в психологии существует такое понятие, как, соответственно, транзакция направлена к той или иной составляющей личности, к той или иной составляющей личности человека. То есть очевидно, что вы находитесь в такой, в таком состоянии, которое создаёт транзакции непрямые. То есть, грубо говоря, если вы общаетесь как дети, ну, как ребёнок, да, как ребёнок с ребёнком общаетесь, например, если... Вот. То в этом случае ребёнок ребёнка понимает, то есть там никаких проблем нет с этим. Ребёнок ребёнка понимает достаточно, ну, достаточно хорошо, да. Вот. Соответственно, если вы общаетесь как родитель, например, то есть с позиции «мне все должны», например, если вы общаетесь с такой позиции, то, соответственно, конечно же, у вас будет непонимание от людей, потому что люди, например, рассчитывают, что вы будете общаться с ними на уровне взрослой-взрослой, да, то есть всё как абсолютно равные люди. А вы общаетесь с ними как родители, что, естественно, у них у них непонимание. Вот. А также, вероятно, ваши неудачи в общении связаны с тем, что вы не чувствуете потребностей людей. То есть вы не можете, как бы, определить, что людям нужно, какой тип общения нужен людям, да. То есть кого хотят видеть люди, ну, допустим, рядом с собой, да, допустим, кого хотят видеть люди на данный момент в качестве собеседника. Им нужен либо поддерживающий их, например, мятежный ребёнок, или им нужен строгий родитель, чтобы, ну, чтобы помогал, да, чтобы как-то поддержал, да, чтобы как-то помог. Чтобы как-то разрешил что-то, да. Вот. Или требуется просто партнёр. То есть вы не улавливаете, кто нужен человек, с которым вы общаетесь. Вот. И просто общаетесь вот в том, в той манере, какая у вас есть. То есть у вас проблемы с компатией. Ну, компатией способны, компатией способен любой человек, по моему глубокому убеждению. Вот. Компати способен абсолютно любой человек. Вот. Но способен тот, у кого нет противоречий. То есть у кого нет проблем. Вот. Соответственно, можно говорить одно, что вы не способны, например, к компати, да, то есть не чувствуете людей, а потому что у вас есть свои противоречия. Вы слишком сильно заняты решением этих противоречий. И поиск скрытого смысла, который вы, ну, который вы делаете, это, по сути дела, аргумент в сторону вот этого самого противоречия. Значит, соответственно, найти и выявить противоречия и, соответственно, снять его, развить, развить, скажем так, больше аналитически расчетливый аспект при общении. Хотя бы, ну, хотя бы на первых порах, да, чтобы вы могли с людьми выстраивать диалог. Вот. И, соответственно, научиться распределять, распознавать в себе те или иные состояния личности. Это то, что можно сделать, чтобы в общении, в общении, ну, быть более успешным. Так же, отдельным пунктом идёт общее, что это при общении. То есть, ну, тут непонятно, кто вы, мужчина или женщина, поэтому, буду говорить, обезличен, да, так, человек, человек, он. Вот. Так же определить цели общения, общения, ну, то есть, с какой целью вы общаетесь с людьми, ну, чего вы хотите. Вот. При взаимодействии с ними разобраться со своими ожиданиями. Вот. С тем, что вас волнует. Вот. И, значит, помочь вам со всем этим разобраться. Заметьте, не справиться, да, не избавиться от этого. То есть, избавляться от этого не нужно. Ничего подавлять себе не нужно. Ага. Это всё происходит потому, что вы себя не понимаете. Вы себя не чувствуете. Ага. Ну, возможно, возможно, я не говорю, что точно это, но возможно. Возможно, вы стремитесь к тому, чтобы, значит, достичь какой-то цели. А, ну, своей цели. При общении. Вот. Хотя, я, конечно, в этом не уверен. Вот. Но, тем не менее. Я думаю, что может быть и такое. Вот. Тогда надо изучить и цели, которые вы пытаетесь достичь, значит, через людей, с которыми взаимодействуете. Вот. И, взять на себя ответственность полную за эти цели. Вот. То есть, что это значит там, да? Что это значит? Это значит, грубо говоря, что вот если вы испытываете проблемы, допустим, с реализацией, ну, какого-либо желания, да, например, что, ну, совершенно понятно, совершенно понятно, что, общаясь с людьми, вы будете стремиться к этому желанию. Вот. А проблемы могут быть также из-за страхов каких-то, из-за неуверенности в себе. Вот. То есть, например, когда вы даёте, ну, вот тот же стимул, да, ну, человеку. Вот. А вы даёте человеку стимул, предположим. Вы, человек даёт вам ответ, да, и вы воспринимаете ответ его как, ну, что-то негативно для себя. Вот. Ага. И, соответственно, по этой причине вы ищете скрытый смысл. То есть, вы чего-то боитесь, вы чего-то опасаетесь. Вот. И вы ищете скрытый смысл. По этой самой вот причине, да, только потому что вам страшно, вы боитесь подтверждения своих. Каких-то негативных представлений о себе. Вот. А, соответственно, подумайте, вот, рекомендую, да, подумайте о том, с кем вам было бы интересно общаться. Ну, то есть, легко, легко. А, вот, 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 с какими людьми не было, не было никаких проблем при взаимодействии у вас лично. Лично. Вот. Ну, и посмотрите, какими чертами эти люди обладают. А, также, также проанализируйте чувства свои, которые у вас возникают при контакте с людьми. То есть, ну, что это за чувства, какие это чувства у вас. То есть, вот вы начинаете общаться с человеком, да. Вот. А, что вы чувствуете? То есть, понимаете, сбор информации нужен. Вот сейчас, вот, я вам рекомендую, да, это, по сути, сбор информации. То есть, общение – это процесс довольно сложный. А, общение – это процесс достаточно многогранный. И, говорить о том, вот, говорить о том, почему вы не можете взаимодействовать адекватно с людьми, да. А, сейчас, на основании, вот, по сути, только того объёма информации, которые вы предоставили. Ну, это начало вы заниматься каким-то диким психоанализом, да, как я его называю. Вот. Что мне кажется, ну, как минимум, не профессионально. Вот. Поэтому, я рекомендую вам, ну, всё-таки, выбрать себе психолога. Вот. И поработать, значит, более приватно на эту тему, чтобы можно было вам задать вопросы, чтобы можно было посмотреть, как вы общаетесь, например. Вот. При общении также очень часто многие люди играют в игру различного рода игры. Ну, и, например, одна из популярных игр при общении, это игра PSS, попался сукин сын, когда человек пытается поймать другого, значит, ну, просто пытается поймать другого, значит, ну, просто пытается поймать другого. Другого человека, да. Уличить его в чём-то. Вот. Может быть, вы именно это и делаете. Может быть, вы именно пытаетесь уличить других людей в чём-либо. Вот. Ну, подознательно, конечно, не говорю, что специально. Им это не нравится, и они, соответственно, от вас отдаляются. Существует игра, которая может назвать психиатрия, вот, ну, это такой большой пласт игры, большой пласт общения, вот. А, значит, психиатрия, она предполагает, что человек начинает поиск вот различного рода смыслов. То есть, человек начинает анализировать, человек начинает искать что-то, человек начинает пытаться найти правду, да. И в итоге общение, оно сходится всё к каким-то, знаете, поискам смысла, вот. Что людям тоже зачастую очень не нравится. Но, опять же, опять же, стоит вам отметить, заметить, что нужно проводить анализ игр, вот. Потому что без анализа игр определить, что с вами происходит, да, нельзя. Ну, а анализ игр, в свою очередь, покажет, какого рода у вас проблемы, да. То есть, что у вас за проблемы, и поможет их, эти проблемы, соответственно, разрешить. Ну, потому что игры для специалистов, это источники информации. Вот. Но ещё раз повторю, нужно с вами пообщаться. Хорошо, дайду. Вот. Значит, так, что с этим можно сделать? Значит, вы спрашиваете, что с этим можно сделать? Вот. Я могу ответить на это следующим образом. Это можно подкорректировать, это можно раскрыть, это можно изучить, это можно обратить, по сути дела, вам на пользу. Чтобы вы, вот, свои ресурсы, да, они у вас есть, эти ресурсы, но, то есть, вот. Вы явно в своём общении, в своём взаимодействии с людьми, вы явно пытаетесь им что-то дать. То есть, вы даёте людям, вы даёте людям что-то. Вот. И я думаю, что если вот это что-то, что вы людям даёте раскрыть, и научиться грамотно пользоваться, вот, то, как собеседник, вы будете куда более привлекательны для людей, вот. И тем самым, в общем-то, не меняя себя, да, не ломая себя, не меняя себя, вот, вы смогли бы продолжать взаимодействие, просто более грамотно подбирая себе партнёров для общения. Вот. Не исключено, что это потребует от вас определённых сил, не исключено, что это потребует от вас определённых затрат, но, тем не менее. Следующий момент касается, ну вот, того, что можно сделать, да. В общении скрываются ваши, скрываются ваши личные проблемы. И, соответственно, соответственно, можно, можно эти личные проблемы также увидеть. Если, если вы сейчас о своих личных проблемах не подозреваете ничего, ну, то есть, вы не можете, может быть, достоверно сказать, вот, какие у меня есть трудности, да, вот. Если вы не можете это сделать достоверно, то с помощью, как раз таки, анализа проблем общения и анализа, соответственно, игр, если вы не играете, можно будет раскрыть эти проблемы. И там уже вам решать, захотите ли вы их решать или нет, вот. Ну, а общаться, я думаю, вы сможете всем, с кем вам интересно, вот. Просто будете более свободно выбирать себе партнёров по этому самому общению. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, запрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку в Дурота Ночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!